Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука. Рассказывая вам о триходерме, о выращивании триходермы, о использовании триходермы в саду и в огороде, я всегда подразумеваю, что вы используете правильную триходерму. Вот в этом лабораторном опыте очень четко видно, насколько по-разному триходерма действует на растения. Вот здесь высеяны две триходермы из очень известных и распространенных препаратов. Я не буду вам их подписывать, я специально постирал название, для того, чтобы не было никаких кривотолков и пересудов, что это какая-то реклама или антиреклама. Вот посмотрите, вот здесь растет эта триходерма. Как ставился этот эксперимент? Берется чашечка Петри и в специальную агаровую среду засевается прямо внутрь такой организм, который называется хлорела. Хлорела вам всем известна, это такая микроводоросль. И смотрится, как это триходерма или даже бактерии. Вот смотрите, вот видите, бактерии. Вот эта вот бактерия убивает хлорелу, вот эта бактерия убивает хлорелу. И так далее, как бактерии или грибы относятся вообще к растениям. Это явление называется фитотоксичности. Так вот, посмотрите, насколько разной может быть триходерма. Вот здесь вот все поле было зеленым, точно таким же, как вот на этой чашечке Петри. Но по мере развития триходермы она убивала растения, значит она обладала фитотоксичностью. И здесь, как видите, от хлорелы осталось два маленьких участка, которым скоро-скоро придет конец. Вот смотрите, совсем другая триходерма. Это триходерма от профи. Она совершенно не, ну одна из, их же много там в профите, и разных триходерм. И она является абсолютно нейтральной, видите, нейтральной по отношению хлорели. Не обладает фитотоксичностью. И вот смотрите, из-за кваски микс, также один из изолятов триходермы. Она не просто не убивает, но она еще и стимулирует рост этой самой триходермы. Это очень важно, потому что на самом деле, как вы можете видеть, очень мало кто из производителей, кто предлагает вам триходерму к продаже, проводит в принципе такие опыты и в принципе способен протестировать и вот таким вот образом охарактеризовать эти самые триходермы. Поэтому ни в коем случае не берите триходерму, в которой вы не уверены. Именно поэтому можно получить отзывы о том, что используя триходерму там какую-то, левак какой-то, вот даже не левак, даже ну вроде бы все хорошо, легально продается. Вот можно получить вот такие вот результаты, когда растения вместо того, чтобы стимулироваться расти и давать урожай, будут страдать. И поэтому обязательно берите триходерму, которая проверенная, которая настоящая, которая будет вашим растениям исключительно помогать. И найти ее можно. И найти ее можно вот в такой закваске триходерма-микс, которую можно выращивать потом тоннами, буквально эту триходерму, и это уже будет настоящее, отобранное, стимулирующее и очень дружественное растением триходерма. Ну а вот такая триходерма никогда не получит шанса попасть в триходерму-микс. Пользуйтесь только профессиональными продуктами для садоводства и огородничества. Все стоит денег, так по крайней мере, если уж тратить деньги, так на что-то действительно путнее. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.